Всем привет, добрый вечер, спасибо ведущему, спасибо, что позвали, пригласили. Меня действительно зовут Денис, я алкоголик, живу в Израиле, в городе Халон. Моя домашняя группа, группа альтернатива в городе Батьям. Это города, которые очень рядом друг с другом. Вот, и действительно дата моей прежности это 13 февраля 2013 года, то есть с Божьей помощью там через пару недель будет один секрет, если доживу, я стану стрезвым. Я действительно буду благодарен, если вы кто-то, кто сможет включить камеры, да, мне действительно будет легче так говорить, но опять же это как бы, ну, ваша выбор, да, это всего лишь моя подба. Значит, я начну чуть-чуть о себе, и потом я попытаюсь о теме поделиться, по теме, да, как я это понимаю сегодня, как я понимаю. Значит, мне 47 лет, я живу в Израиле, родился в Украине, пить начал в 2000, господи, пить начал в 14 лет примерно, сразу понравилось, сразу стал пить так часто, как мог, это сразу стало очень важным элементом социальной жизни, то есть общение вот этих вот посиделок вечерних под гитару там и головы и все вот эти вот истории подростковые, как это принято. Я очень быстро понял, что алкоголь дает мне что-то, чего мне не хватало всю жизнь, да, то есть я довольно быстро в детстве почувствовал дискомфорт, то есть с того момента, как я могу себя вспомнить, да, там, какой-то там подростковый возраст, там, или раннее, может быть, ну, не очень раннее детство, я часто испытывал дискомфорт, мне было страшно, тревожно, мне было непонятно, что происходит, мне вот трудно было присоединиться к тому, что там, как люди веселятся, как отдыхают, и вот, выпивая, я очень легко находил общий язык, я и, ну, как только я начал, как бы, пить, я сразу понял, что вот это тот самый недостающий элемент, то есть мне алкоголь значительно облегчил жизнь, так скажем, и на длительном, на каком-то длительном периоде моей жизни, это очень круто для меня работало, то есть все свои значимые, скажем так, события в жизни я провел, так или иначе, выпившись, да, то есть я пил уже, начиная со старших классов школы, ну, это было, вот, там, 90-е годы в Украине, то есть алкоголь был некачественный, нужно было его там доставать, находить, мы там ходили, покупали самогон на рынке, меняли на сахар, я воровал сахар дома у мамы, то есть там, кто, опять же, кто же раз понимает, что такое 90-е годы в Украине, там, ну, или в Союзе бывшем, да, то есть это, ну, такая, не очень богатая жизнь, мягко говоря, да, и в каждой семье, там, ну, у нас, например, бурляшок сахара, и вот я ходил, там, отступал, и мы-то тащили меняли на самогон, там, на рынке, и потом выпивались этим, вот, опять же, это все казалось очень веселым, прикольным, очень правильным образом жизни, очень таким задорным, так скажем, да, потому что действительно выпивание и общение вокруг выпивания доставляло очень много радости, действительно доставляло очень много комфорта какого-то, да, да, и тебе тоже кот приведу. Я чуть позднее скажу, что я думаю об этом, по поводу вот этого дискомфорта, который у меня был в детстве, потому что это важно, это является ключом для понимания того, что является алкоголизм, потому что алкоголизм и вообще выпивание алкоголя или других каких-то препаратов, которые, возможно, изменяют сознание, начинается именно с дискомфорта, начинается именно с того, что мне нехорошо в жизни, да, и я вдруг нахожу при себе вот что-то такое, что эту жизнь меняет, но я тоже к этому. Значит, я закончил вуз, я учился в Киеве, закончил, правда, с красным дипломом, но я все равно, мы бухали почти все это время, и я познакомился со своей женой на свадьбе сильно пьяный, и я даже, немножко шумит, шумят ребята микрофоны, микрофоны, извините. О, спасибо. Значит, я познакомился со своей женой на свадьбе, я был настолько пьян, что я, ну, только через какое-то время, не так, я расскажу эту интересную историю, она важна для понимания моего, как бы, алкоголизма. Я прихожу на свадьбу, со мной знакомится девушка, я пью, мы прекрасно проводим время, я прихожу на следующий день в свадьбу, есть такая история, там, когда у свадьбы несколько дней, и придя на свадьбу на следующий день, у кого-то все еще звук, я понимаю, что я не знаю ее имени, я не помню, как она выглядит. То есть, вот я иду на свадьбу, то есть женщине, то есть девушке, которая мне понравилась, очень хочу ее видеть, но я был настолько пьян все раз, что я не помню ни как она выглядит, ни как ее зовут. Вот, и я рассчитываю только на то, что я приду, а она ко мне первая подойдет, потому что по-другому, я вообще не знаю, как ее определить, в толпе, где она находится. И так и получилось, она ко мне подошла, привет, как дела, и вот мы с ней 26 лет вместе живем. Вот, вот это, с одной стороны, показывает уровень ответственности, с которой я, как бы, принимал решения и вел свою, так скажем, свою жизнь, с другой стороны, это показывает то количество алкоголя, которое я выпивал, даже, казалось бы, в хороших, как бы, да, состояниях. Ну, в хороших имеется в виду, в радостных, комфортных состояниях. Вот. Спасибо, друзья, всем тем, кто включил камеры прямо круто. Совсем другое ощущение. Вот. В 99-м году мы приехали в Израиль, и мой алкоголь, в смысле, мой алкоголизм, и это пивание пришло совсем на другой уровень. Это можно по-разному, как бы, это объяснять. Ну, как бы, основное объяснение – я алкоголик, да, это я сегодня понимаю. Я алкоголик, и потому я пил, как мог. Но в целом я почувствовал себя гораздо более раскрепощенным. Чужая страна, мало знакомых. Меня, в принципе, довольно сдерживала вот эта социальная история насчет того, что там пьяный встретил соседку, соседка сказала маме, мама утром делает голову, там, да, или там какие-то колени, или там ученики, соученики, там, учителя. То есть, ну, в родном городе всегда ездить, где спалить, так сказать, да. А в чужую страну приехал, с утра пьяный ходишь, и типа все пошли. Ну, как бы, никто тебя не знает, я никого не знаю. Вот. И я очень, как бы, я интенсивно этим пользовался. Я реально пил, начинал спить с утра, в течение дня пил на работе, носил с собой там бутыл коньяка на работу, пил там шкафчик, и тут как-то очень это все почему-то сходило мне с рук постоянно. Значит, я примерно, как-то я считал, около 10 лет проездил с банкой пива в подстаканнике, в машине имеется в виду, да, то есть, опять же, очень либерально, то есть, опять же, ну, вот Россия, Украина, то, что я понимаю, там очень бедительно относятся, РАИ останавливают, нюхают, и меня, кстати, в одной из посещений Украины, когда я ездил домой, там, в 2008-м или каком-то году, я сел за руль с запахом, вот, и меня остановили, лишили прав очень быстро, да. А здесь, в Израиле, я проездил, там, уже все эти годы я ездил без пил, я ездил в Израиле, я с банкой пива в подстаканнике ездил, это просто никого не волновало. Вот. Я понимаю сегодня, что это просто чудо, что я не сделал никакой тяжелой аварии значимой, что я себя не покалечил, людей не покалечил. И, конечно же, это, например, мешало моей жене, у нас были скандалы постоянно вокруг этого. Я мог, там, с банкой пива в подстаканнике и двое детей сзади в детских кеслах, там, куда-то отправиться. Она меня сильно ругала за это, там, умоляла, хотя бы детей с тобой не берите. Я все время говорил, не переживай, все под контролем, все нормально, да. Вот. И, опять же, сегодня я говорю спасибо Господи, что я действительно ничьи какой беды не наделал. Я не наделал никакой беды, такой, чтобы там, ну, были там царапины на машинах, там, снесенное зеркало, появилось, но ничего более значительного. Я это очень четко осознял, когда в полтора или в два года трезвости нас пригласили из Пикерии в тюрьму, и мы приехали в тюрьму, там какое-то, ну, в израильской тюрьме, там какое-то отделение для людей, совершивших преступления, связанных с алкоголем и наркотиками, там какой-то такой отдел был специальный. Вот, и я вот рассказываю тоже свою историю, рассказываю про то, что я пил, ездил за рулем и что-то такое. А сидят ребята, слушают нас там по кругу, и ребята в оранжевых комбинезонах такие сидят, вот как в кино показывают, да, закрытое отделение, тюрьма, и сидят в комбинезонах эти вот хлопцы в оранжевых слушают, и я заканчиваю вот эту историю, он говорит, да, мы с тобой одинаковые. Ну, один из них, кстати, слово, мы с тобой одинаковые, я тоже пьяный за рулем. И только я сбил человека, и теперь живу в тюрьме, мне более 8 лет. Вот, и я, вот я с тех пор, у меня какое-то очень другое осознание, потому что я теперь понимаю с ужасом, что я действительно потенциальный преступник, потенциальный там убийца мог нанести действительно много, много боли и беды принести людям, и просто стало, ну, чудо, что-то не произошло. Вот, и я стыжусь этого, я, ну, мне правда, я, это какой-то, то есть вот эта мысль о том, что я мог принести много беды людям, в частности, как минимум, тем, что я из за рулем выпивши, да, я много это обсуждал со спонсорами, это расписывал, все там шаги, мы говорили об этом, и я длительный период даже делал разновидность девятого шага по этому поводу, я как скачу с кем или кем, извините, просто раз уже затрону, вот, я долгое время жертвовал деньги в организацию, которая готовит, тут есть в Израиле такая организация волонтерская, которая готовит добровольцев таких желтых жилетов, которые стоят на переходах, помогают детям вот из школы дороги переходить, которые помогают регулировать движение, такая вот волонтерская организация, и она, в силу того, что она волонтерская, является в деньгах постоянно, да, вот я на протяжении нескольких лет сжертвовал сумму денег значимой для того, чтобы каким-то образом попытаться компенсировать тот ущерб, который я нанес, если я это понимаю сегодня, да, вот родителям и безопасному движению на дорогах. Окей, я возвращаюсь к твоей истории, значит, я пил, это мешало жене, это мешало окружающим, мне делали замечания, она со мной там ругалась, возродилась, уважала разводом, и мы действительно таки, да, возродились, потом сходились, я не буду этим останавливать, вот, и, ну, я не собирался бросать пить, то есть бросать пить никогда так вопрос не стоял, потому что это мой выбор, я мужик, я что хочу, то и делаю, так ведут себя настоящие мужики и другие отмазки, да, и другие ответы на вопросы, почему я это делаю. Вот, пил я ежедневно, пил я много, там, до 20 банок пива каждый день, днем и вечером, там, еще крепкий алкоголь, кофе, там, водку какую-нибудь, переконяки, я стал уходить в запой, то есть я мог там 10-12 дней не ходить на работу, и в какой-то момент, моя работа была связана с тем, что я вводил автомобиль, там, я иду такую технику по вызову, вот, и в какой-то момент меня лишили прав в Израиле по показаниям здоровья, то есть мне там врачи просто сказали, так как ты, ну, такое количество больничных, которые ты берешь, такие показания, там, давление, которое мы у тебя измеряем, мы просто не можем тебя разрешить ездить за рулем, а меня просто лишили прав, по умодительственным показаниям, и, как следствие, меня уволили из этого, то есть если тебе прав нет, то, типа, мы не можем дальше работать, меня уволили, это был, это был август 2012 года, это вот канун моего прихода сюда. Также, примерно в этот период, я, ну, как бы, я полностью утрачиваю контроль над своим потреблением, и, и для того, чтобы остановиться, мне нужно уже откапывать, да, и вот в 2012 году меня около, я в разных, викинских, где-то что-то говорю, от 4 до 6 раз меня забирала скорая помощь за первые полгода, потому что я действительно точно не помню, да, то есть я после нескольких дней запоря я понимал, что сейчас уже сдохну, я звонил в скорую, меня приезжала скорая увозила, на меня откапывали прямо на покоях, это довольно такая, ну, кто знает, что такое откапывать, 4-6 часов под капельницей, да, и там ты закрываешь, что такое, вот, и домой после этого, как бы, да, и вот после этого идешь домой и себе клянешься, что ну все, ну в этот раз уже больше дня не буду пить, это я все понял, да, вот это вот мое я все понял, это такое внутреннее состояние, как будто я до этого чего-то не понимал, а вот сейчас я откапал, откапали меня, и вот теперь я якобы что-то понял, на самом деле вот этого я все понял, хватало там, ну, на неделю максимум, да, а потом казалось не такой уж плохой идеей выпить банку пива, да, и когда она со слезами говорила, ты лежал под капельницей, тебя скорая увозила, ты там умирал только что, и ты, я говорю, да все нормально, это же я дурак был, я напился, а сейчас я баночку пива возьму, выпью и все, она говорит, да ты так каждый раз делаешь, да, и ты постоянно с этого начинаешь, вот мысль, что мне будет с банки пива, это самый распространенный вход в заповедение был, да, то есть я каждый раз, вот это вот как по количеству, да, выходишь из-под капельницы, неделю ходишь, терпишь, потом он говорит, да что от баночки пива будет, да, и пронеслось опять, опять баночка, за ней две, за ней шесть, и за ней опять там неделя запой, и опять по концу, и по концу, и по концу. И сегодня я понимаю, что это алкоголизм, да, сегодня я понимаю, что так и работает алкогольное мышление, и сегодня я понимаю, что именно так и работает алкогольная физиология, что вот это вот и есть вот этот комплекс с одной стороны алкогольное мышление, которое в в основном отвечает самообману, а с другой стороны это физиология, которая стоит попасть в алкоголь в мое тело, и я начинаю и я перестаю контролировать этот процесс. Но это я сегодня понимаю, я говорю об этом. Раньше я не понимал, почему я не могу выпить просто баночку, мне же хочется всего лишь выпить баночку, ну максимум две пива и все. Это, кстати, один из таких моментов, которые я, находясь в каких-то там полупохмельных состояниях, всегда размышлял об этом. Ведь я никогда не хотел напиваться, мне не нравится состояние сильно пьяного человека. Ну, насколько я помню, я уже так мутно помню, что это такое, да. Ну вот никогда не было цели нажраться и лежать, там уже мочи, собственно, цель такой не было. Цель была выпить чуть-чуть, цель была выпить хорошо для настроения, цель была там поужинать и выпить пару рюмочек водки, да, и все. То есть вот такая всегда цель была. Цель всегда была благородная. Ну почему? Ну, благородная в том плане какая-то такая, отрыванная от реальности немножко, да, то есть хорошо провести время, расслабиться, ну какие-то такие фантазийные истории, да. А в итоге я каждый раз нажрал. И дозы, которые я выпивал, то есть я всегда себя спрашивал, почему ты не становился там после пяти рюмок, предположим, почему нужно было допивать бутылку на 7 до конца и бюре до 2, вот какая необходимость была, да, вот. И главное, что люди меня окружающие тоже меня это спрашивают. Жена говорит, как ты можешь пить такие дозы, как ты там водку там в литровую бутылку выпиваешь. А я не мог объяснить это вам. Потому что я там головой понимаю, что не нужен литр водки, нужно чуть-чуть. У Андрея Владимировича Макаревича есть прекрасная книга, называется «Мужские напитки». И он там пишет, рассуждает о счастье и алкогольном употреблении. Алкоголь и о том, что счастье выступает после двух рюмок, да, и что вот некое мастерство употребления – это удержаться вот на этих двух рюмках и больше не пить. Да, вот я никогда не мог этого достичь. Мне никогда этого не было достаточно. Мне всегда казалось, что нужно еще чуть-чуть. Вот это еще чуть-чуть, да, но было после рюмки и после литра. Даже после литра водки, там, уже блюющий в туалете, но все равно чуть-чуть не хватает. Кажется, вот сейчас еще лосочек, и все станет на своем месте. И то, что меня заставило прийти к пониманию, что нужно что-то с собой делать, что мне нужна помощь. Вот это понимание, что мне нужна помощь – это, наверное, первое… У меня спонсор, мой дорогой, любимый, горячо уважаемый спонсор, говорит о том, что существует некий нулевой шаг, некое состояние нулевого шага. Может быть, это не нулевой шаг в прямом смысле этого слова, вот оно это вот как состояние, предпереход, да, это вот состояние «я больше не хочу быть собой», состояние «я больше не хочу быть Денисом». Мне не нравится думать то, что думает Денис, жить, как живет Денис, чувствовать, как чувствует Денис. Вот я пришел в это состояние, как я скажу, примерно в сентябре 2019 года, то есть мне было очень больно физически, мне было очень плохо физически, у меня там кучу диагнозов мне наставили, у меня там 30% ожирения печени, которая уже не функционирует, у меня ужасная там химия крови, у меня отвратительное состояние сердца и сосудов, я к тому времени уже 5 лет пью-то без кит давления, у меня сахарный диабет, и я уже, то есть я, я настолько себя, мне было 36 лет, я себя чувствовал настолько плохо физически и настолько вот ежедневно, что мне просто казалось, что это какое-то изысканное издевательство надо мной, что вот так херно себя чувствовать. Даже более того, я в какой-то момент был уверен, что я себя, то есть мне так тяжело пить, потому что я в принципе больной человек, то есть если бы я был здоровый человек физически, то есть там не диабет, не ожирение печени, то я бы просто пил бы все нормально, а так я так плохо себя чувствую, потому что я просто болею, ну, болею типа, да, а не потому что алкоголь. Вот, но вот я тогда мучился вот этого состояния, когда, ну, соответственно, мне было очень плохо физически и в доллар, да, то есть там я вот на протяжении длительного периода себя очень плохо чувствовал и прям вот уже капельницы и все остальное. В какой-то момент жена сказала, короче, нету сил моих больше, да, и давай, проваливай. И либо ты уходишь, лечишь себя где-то там и возвращаешься в каком-то там тайном секретном месте, где лезет толка роликов, и тогда мы, может быть, еще поживем вместе. Или, ну, типа, нафиг из моей жизни. И вот это вот нафиг из моей жизни, это было то самое последнее, что как бы дожало меня до состояния, что окей, я похоже сам не могу. Я, кстати, вот это не сказал. На протяжении всей своей алкогольной карьеры я был уверен, что я смогу остановиться, как только захочу. То есть я пью, мне нравится, мне кайфово, но как только это станет мешать в моей жизни, я остановлюсь, да, и что бы ни происходило в моей жизни, это все еще было недостаточно значимо. То есть я брошу пить, если захочу, если это будет мне мешать. Окей, ты там потрапал машину. Нет, недостаточно значимо. Ты попал под капельницу первое, второе, третий, пятый, шестой. Нет, это еще недостаточно. То есть все, что происходило в моей жизни достаточно значимо и тяжелое, все еще казалось недостаточно важным, чтобы бросить пить. И когда в разе говорят, что у тебя ожирение печени в предсторожном состоянии, я говорю, окей, но предсторожный это еще не цирроз, то есть еще можно чуть побухать. Ну то есть вот такой ход мысли, когда, то есть вместо того, чтобы убегать из этой печени, помогите, я продолжаю рассказывать себе, почему я все еще могу продолжать пить. Опять же, сегодня я понимаю, что это алкогольное мышление. Я сегодня понимаю, что так работает голова алкоголика. Так вот, пришел я на алкоголики, ничего не понял с первого раза, что-то там, какую-то книжку читают, за руки берутся, молятся, что-то такое. Я вообще не понял, как это помогает им пить, но у меня особо выбора не было. То есть я понимал, что я что-то с этим, ну хотя бы попробую, что-то с этим делать, иначе, ну я вообще не понимал, что мы будем с этим делать. И я не сказал такой момент, что я по образованию психолог, я учился в психическом университете, и, собственно, я знал, что лечения алкоголизма нет. Да, и это одна из причин, которой я даже не сунулся в официальную никакую медицину, потому что я понимал, что зашивки всякие там, всякие гипнозы и вся остальная вот эта вот фигня, это просто действительно, ну не для меня. Я осознал, что это не рабочая история, а вот эта вот загадочная американская ИА, которую я там в кино я раньше видел, я подумал, что, ну я по крайней мере попробую, это по крайней мере похоже на какую-то там психологическую поддержку, возможно, или на что-то вот такое. Да, ну я мог какое-то объяснение этому предложить, и потому я, ну это то, что меня как бы удержало, и задержало на руках. То есть, как я уже сказал, я не понял, как это работает, какие-то чтения, каких-то реалистиков, какие-то высказывания, я, ну окей, ну я буду, пока похожу, типа посмотрю, да. Вот, и каким-то удивительным образом идеал-будрился остаться трезвым, там, неделю, потом вторую, потом третью, потом месяц, я вдруг, это был первый месяц за осень битимый период, то есть я пил ежедневно, если я не пью там за три дня, это прям, большие приваритель для меня, да, тут я там неделю не пью, две не пью, месяц не пью. И я вдруг начал, я вдруг, ну какая-то надежда у меня появилась, что на самом деле, ну выход есть, да, что-то вот, мне можно что-то помочь. И я где-то месяц, три или четыре, собрел от призвости, потом наступил Новый Год, то есть я вот пришел сентябрь, да, где-то уже сентябрь, и в новогоднюю ночь мне было очень тяжело, и я не сорвался на новогоднюю ночь, но я сорвался там через пару недель после этого, то есть я сам Новый Год я как-то перетерпел, там, ну уж не знаю как, а потом я ушел, тяжелый такой запой для себя, ну, мне очень плохо было в этом запое, и я вот из него вынурнул, я объявил дату трезвости 13 февраля, вот где-то в середине февраля я его с большим трудом вынурнул, и я, кстати сказать, я называю дату трезвости 13 февраля, но я не уверен, что это было 13 февраля, это могло бы быть и 15 или 12, скажем, да, то есть я в какой-то момент оглянулся на этот и такой, блин, а когда же там было, когда же я пришел, ну, то есть я не смог вспомнить точно, когда я там очнулся для себя, для себя я так выбрал где-то дату между этими числами, когда я примерно пришел, вот, и с тех пор я в EA, да, я делаю шаги, делал шаги, делаю их на регулярной основе, у меня спонсор в это время, у меня спонсоры разные, у меня сегодня пятый спонсор, последний мой пятый спонсор, мы с ним уже около шести лет до этого, они у меня менялись, я служу на всяких разных должностях, на всяких разных служениях, естественно, я начинал там с того, что чай покупал и чашки был, вот, и последнее мое служение я был председателем Центра обслуживания EA Израиля, да, это я там прослужил шесть лет, вот в этом году я, как бы, а ротации меня сменили, вот, то есть я действительно очень верю в сообщество, на время алкоголиков, я очень верю в ту помощь, которую оно предлагает, я очень хочу, чтобы это сообщество развивалось и помогало людям, и я очень много, как бы, у Филий к этому присадываю, вот, я очень благодарен этому, так сказать, этому сообществу, и одна из вещей, которую я повторяю на своей спикерте, это то, что у меня есть два детей, да, и судя по всему, у них минимум 50% генетической вероятности и быть алкоголиками, они, там, им сейчас, ну, 19 и 22, детям моим, я очень не хочу, чтобы они стали алкоголиками, но если так получится, я очень хочу, чтобы сообщество развивалось алкоголиков было в Израиль, и не там, где они будут в тот момент, и они получили помощь, как я ее получил, потому что удивительным образом 11 лет назад в городе Батьям была русскоязычная группа алкоголиков, одна из трех, на тот момент, группы в Израилье, и я не думаю, или я не знаю, как бы я жил, если бы в тот момент не было группы, ну, как бы, может быть, мы сегодня с вами бы не разговаривали, вот, поэтому я очень рад и благодарен, что группа была, и она, кстати, есть, вот эта вот группа-альтернатива, это моя домашняя группа, на которой я хожу один, это одна и та же группа в одном и том же месте, это на мягче я хожу, вот, и именно поэтому я очень верю в сообщество, и очень, как бы, надеюсь на то, что она продолжится все срывать, вот, а сейчас я попробую чуть-чуть коснуться темы, темы, темы заявленной, да, мое понимание алкоголизма, за эти годы, которые я в сообществе, я выздоравливаю, я спортирую людей, я слежу, и есть одна тема, которая меня продолжает беспокоить и заботить, и интересовать, это вот суть первого шага, что же такое алкоголизм, как же это все-таки работать, что же это все-таки за болезнь-то такая, да, и почему она, с одной стороны, такая вроде бы распространенная, да, и простая, можно даже сказать, а с другой стороны, почему же так невозможно все алкоголизм избавиться. Почему я говорю невозможно избавиться, потому что я вот сижу перед вами, я говорю, что я делаю хотели, я хожу сюда, сообщество, делаю все то, что мне говорят, я служу, спонсирую, делаю шаги дальше на свете, но я по-прежнему считаю себя алкоголиком, я по-прежнему считаю себя человеком, который должен ходить на группу, я по-прежнему должен делать эти духовные действия, я по-прежнему не могу сказать, что эта история позади меня, потому что в некотором понимании болезнь и выздоровления, да, это вот я чем-то заболел, я лечился, 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 да, я закончил лечиться, и типа все, это позади, я больше этого там, больше этого не лечу. Даже если мы воспользуемся страшной аналогией с раком, например, да, то люди, которые проходят там химиотерапию, люди, которые проходят какую-то тяжелую, тяжелое лечение, даже операции, потом наступает период ремиссии, и как бы это уходит на задний план, это больше перестает быть тем, что они делают каждый день или там каждую неделю, да, а мы же продолжаем год за годом ходить на группы, там, и что-то по этому поводу делать. То есть похоже болезнь с нами, с укреплением. И это вызывает много дискуссий, кстати, ну, в частности, термин там выздоровевший, выздоравливающий, да, это вот там такая дискуссия, которая постоянно присутствует в сообществе, и буквально на последней нашей встрече мы со спонсором раз в неделю быстро созваниваемся, и вот последняя моя встреча со спонсором была посвящена вот этому выздоровевший, выздоравливающий, и какой же, когда к ней алкоголик, выздоровевший, да, или выздоравливающий. И спонсор показал мне, что в книге на английском языке использовано слово выздоровевший, река говорит, да, написано 16 раз, использовано слово выздоровевший, да. И мы посмотрели в словаре о том, что выздоровевший означает не имеющий активных симптомов. То есть это не значит, что болезнь у сплазма в моем теле раз и навсегда, да. И это не значит, что я больше никогда не заболею этой болезнью. Но это значит, что сейчас у меня нет активных симптомов алкоголизма. То есть я именно сейчас не пью, и именно сейчас я не в запое там и не пишу от тебя. Но это не значит, что я завтра не напью, это не значит, что я в целом деле не напью. Это значит, что эта болезнь как бы присутствует... Ну, то есть вероятность заболеть этой болезнью по-прежнему как бы со мной. Ну, в смысле заболеть в плане перейти в активную фазу. Я как человек, который болит с сахарным диабетом, да, я могу сказать, что это вот... Мне очень легко вот эту аналогию провести, да. Я давно, больше семи лет пью препараты, ну, как бы для баланса сахара, да. Я давно там сижу на диете. У меня давно нет активных симптомов диабета. У меня даже анализы крови в пункте-то нормальные. Но я болен диабетом. И в тот момент, когда я упущу бдительность свою, в тот момент, когда я перестану следить за своей диетой, в тот момент, когда я перестану пить таблетки, это все вернется на крови своя. То есть это такая бомба, она даже не замедленного действия, да, она всегда со мной. В этом смысле, кстати, хорошая фраза использована в книге, да. Там в книге есть такая отличная фраза. Это ежедневная отсрочка приговора. То есть ты вынесен приговор, этот приговор в силе, но этот приговор каждый раз откладывается на день день. Он всегда со мной. Это довольно страшная фраза, если задуматься об этом, да. То есть мне бы хотелось, чтобы мой приговор все-таки отменили. Мне бы хотелось, чтобы в какой-то момент мне сказали, чувак, ты такой классный, ты все хорошо делаешь, мы тебе отменяем тот случайный приговор, да. Вместо этого мне говорят, нет, тот приговор с тобой, но мы каждый раз будем его откладывать, и каждый раз на один день всего, да, даже не на неделю. Вот. Потому это вот с точки зрения, как я понимаю, выздоровевший, выздоравливающий, да, и что вообще происходит со мной сегодня. Вот. Но я хотел бы вернуться в начало своей спикерской, которую я начинаю с фразой, да, я был там тревожным, беспокойным, меня много чего-то обработало в детстве, я выпил алкоголь, и мне вдруг стало там, типа, кайфово, и он, кайфово не то слово, ну, типа, алкоголь выполнил какую-то функцию, да, он сделал что-то со мной такое, что моя жизнь стала лучше. Так вот, как я сегодня это понимаю, да, один из важных элементов в алкоголизме или в употреблении вообще чего-либо там активно психотропного, да, это вот элемент страдания. Большинство из нас стали пить так, как мы пили, именно имея какой-то элемент страдания в жизни, будь то связанное с жизненными событиями, с разводами, с увольнениями, там, с какими-то другими историями, будь то связанное, там, не знаю, с COVID-ом или, там, господи, ну, еще другие, тысяча других встреч. Вот. То есть мало кто пришел в алкоголизм просто потому, что был прекрасный солнечный день и он решил, чтобы, там, пить больше, чем он пил обычно. То есть люди, в некоторых, условно говоря, в норме не пьют много, да, люди, как бы, не используют алкоголь вот интенсивно так, как мы. Как это понимаю я сегодня? Скорее всего, вот это состояние, опять же, я сейчас говорю о себе, и все, что я говорю, это лично мой опыт, потому, пожалуйста, через мой опыт я это говорю, да? Вот это вот состояние беспокойства, состояние переживания в детстве, состояние неподключенности. И, скорее всего, я в детстве, как и, наверное, многие, сталкивался с каким-то расстройством, да, возможно, это было расстройство тревожности, возможно, это было какие-то, там, детские травмы, возможно, еще чего-то. Но я был вот такой тревожный, переживательный ребенок. И по большому счету, возможно, если бы я пошел к психиатру, там, к детскому, да, в девяносто первом году, а не с пацанами пить водку в парк, то, возможно, мне бы дали таблетки, я бы, как бы, вылечил свое тревожное расстройство и не стал бы алкоголиком. Я предполагаю, я не знаю, да. Но вместо этого мне попался алкоголь, который сделал эту работу. Алкоголь удалил мое страдание. Алкоголь стал тем лекарством, которое мне помогло в тот момент. Моя жизнь стала легче, моя жизнь стала лучше. И элемент страдания отошел на второй план. Да, у меня появилось в доступе лекарство какое-то, мне появилось что-то, что облегчает мое страдание. И у этого лекарства есть прикол. Это лекарство доступно в любом магазине. Это лекарство стоит против хлеба и молока в любом продуктовом. Это лекарство, которое на протяжении столетий, веков считалось нормой питания вообще большинства людей. И никто никогда, или там редко спор говорил о каких-то там, типа ненормальностях. А если кто-то там и пил, или говорил про что-то ненормально много пить, но всегда это оказалось там какой-то очень небольшой процесс. И получается, что вместо того, чтобы увидеть проблему, сразу тогда еще в детстве задуматься, что же такое в этой жизни, что заставляет меня переживать, что заставляет меня страдать, что является причиной моих беспокоить, что является конфликтом моим внутренним. Так вопрос не встал. Вопрос встал, окей, если мне плохо, тревожно, страшно и так далее, и так далее, или в жизни есть какие-то там сложные моменты, у меня всегда есть решение. Я активно этим решением пользуюсь. Это, это мое, вот это вот очень базовый заход, который я сегодня в это очень, вот то, что я, например, опять же по работе там вижу подростков, то, что я вижу там, ну вот простой пример, я работаю подростковым психологом, да, вот вы видите, я даже сижу с вами там из клиники, разговариваю, приходят два подростка, обоим тяжело. Один, как психолог, второй, говорит, пальцем пацанами там накуривается, накивается, да. То есть обоим тяжело, но каждый из них интуитивно выбирает какой-то способ решения. И в этот момент должен прийти ответственный взрослый заинтересоваться, что за фигня происходит, почему подросток придет пить пальц, да. Но почему-то большинство говорят, да, это нормально, в этом возрасте все эти попьют и курят. Но я сейчас не буду в эту сторону ходить, я к тому, что скорее всего моему алкоголизму, именно его психологической части, да, она же в книге учит, что есть три части алкоголизма, предшествовало какое-то нездоровье. Скорее всего я уже был не очень здоровым человеком, подростком ребенком, когда впервые, или там, когда начал интенсивно, это первая мысль, которую я для себя опять же вынес. Вторая очень важная мысль, это все-таки, что в моем теле присутствовало так называемое состояние входа или милевое состояние, которое уже было изменено. Нам книга рассказывает по аллергию на алкоголь, книга пишет про физический компонент, называя это словом аллергия на алкоголь. Я, честно говоря, не нашел нигде в медицинской литературе описание этого, скажем так, в научной литературе медицинской нету описания аллергии на алкоголь. Но то, что пишет доктор Силкварт и то, что мы сегодня читаем и знаем о себе, это очень выглядит логично, да, о том, что мы в какой-то момент на физическом уровне не можем оказаться от употребления, то есть мы пьем и нам нужно добавить, то есть наша реакция на алкоголь ненормальна. Нормальная реакция на 200 грамм алкоголя, сначала подъем настроения, эйфория, а потом спад настроения и усталость, и сон, да, это нормальная реакция на алкоголь. Ненормальная реакция на алкоголь – это хотеть добавить еще. Да, вот это вот хотеть добавить еще – это ненормальная реакция на алкоголь, которую доктор Силкварт и можно назвать аллергией на алкоголь. Ну и мы с ним, предположим, согласимся, да, с термином. скорее всего вот этот элемент физического компонента этот элемент который скажем так мой орган по-другому расщепляет алкоголь я думаю это не я думаю это наследственная история скорее всего еда у меня отец алкоголики у меня отец пил и умер в 60 лет и скорее всего я был носителем но гена вот этого или предрасположенности к алкоголизму и получается что возможно я сейчас предполагаю я не знаю я не эксперт в этом я вместе с вами размышляю возможно есть люди которые являются носителем гена алкоголизма или предрасположенности к алкоголизму которые так или иначе живут свою жизнь вне больших стрессов травмы перерывами и они не приходят к тому что они с этим стрессом травма и травмы борются с помощью алкоголя и они так и живут всю жизнь являются носителем гена этого или этой предрасположенности в то же время такие люди у которых есть такая предрасположенность как я столкнувшись с проблемами в жизни и вместо того чтобы обратиться за помощью специалистами идут пить да или не идут пить я просто выпиваю какую-то ситуацию да и вдруг они обнаруживают что-то для них работает но это работает прекрасно но там внутри меня живет уже вот этот демон который называется предрасположенность к алкоголизму да и я продолжаю пить я этого демона пробуждаю и в какой-то момент это становится необратимой историей наша книга в части еще об алкоголизме пишет о том что существует точка возврата что эта точка возврата существует в молодости как правило и точку возврата люди старшего возраста с алкогольным опытом часто видят и я часто вижу современной молодежи в некоторых там кто приходит ко мне с кем общая ты прям видишь это наш человек это прям идет к нам да то как он говорит как он ведет себя как он поступает и прям понимаешь к нам чувак придет но к сожалению в этой точке то есть до тех пор пока эта точка возврата существует скорее всего человек не услышит то что ему скажет да к сожалению потому но в этой истории важно не то что он не услышит а то что точка возврата есть то есть видимо существует какой-то момент в развитии болезни наши когда еще можно остановиться отдуматься да и не превратиться в хронического алкоголика когда можно грубо говоря пролечить свою тревожность да там копить таблетки пойти к психиатру какому-то там да и перестать там бухать но очень мало кто идет по этому пути к сожалению по крайней мере я таких людей не знаю кто действительно начал идти в сторону алкоголизма остановился и пошел к психиатру или куда-то там лечиться опять же я это говорю это мои размышления всего лишь я буду это постоянно повторять это я не доктор медицины не нарколог я просто так это понимаю сегодня вот и следующий важный этап который опять же если судить обо мне по мне да то следующие 20 лет которые я пробухал начинает там 16-36 лет я просто утратил все возможности для адаптации в жизни то есть везде ведь что такое жизнь да мы постоянно сталкиваемся с трудностями трудности устройства на работу в отношениях рождение детей там рождение в банке езда за рулем жизнь это один бесконечный стресс и трудность но я выбрал вместо того чтобы развивать себе какие-то способности к адаптации к жизни да способности к построению отношений я просто бухал да и потому следующие годы которые я посвятил выпиванию да это годы которые выпивание заменило обретение навыков социальных социальных и других навыков да и потому кстати когда мы призвеем именно поэтому нам жить потому что я вдруг 36 лет обнаруживаю что нифига не умею не имею вовольняться не вертая на работу или не умею быть просто каким-то терпимым везлим человеком то есть я как бы пока все учились жить я пил да и потом когда я выхожу из этого состояния да я вдруг обнаруживаю все остальные как бы научились жить Да, все остальные, ну, я сейчас условно говорю, все остальные, некий круг общения, с которыми я мог бы общаться, да, там, условные одноклассники, там, или росты, или что-нибудь такое. Вместо этого я вдруг понимаю, что я ничего этого не умею. Для меня сложность все, для меня сложность отправить резюме, для меня сложность пройти собеседование, для меня сложность разговаривать с женой без критов, обид, без каких-то там, каких-то ситуаций постоянно. Для меня сложность пойти в банк, для меня сложность там пойти в какие-то социальные организации. То есть я раньше ходил пьяный туда все время, потому мне было все равно, я на английское собрание бухой ходил, я в банк ходил, кредиты, прям просил, пьяный ходил, мне было все равно что-нибудь, потому что я шел в состоянии не более поколенных, да. А когда меня лишают вот этого костюма этого, да, как у меня товарищ один говорит, мы живем, как будто мы внутри, как бы находимся в какой-то космическом скафандре, как бы оболочке из спирта, да, вот мы вот в этом защитном костюме живем и действуем на этой планете, да. Вот, и потому нам как бы все это там, аватары, вот, аватары, да, такие были, синие ребята. Вот я был такой синий аватар, который ходил, да, и все было все равно. А тут меня достали из этого аватара, да, я говорю, а теперь сам ходи. И теперь вот сам ходи превратилась, эта планета превратилась в очень недружелюбную камню. Эта планета стала врагом моим, эта планета стала чем-то, что вызывает у меня бесконечную боль, стресс, переживания, страдания, да. Я вдруг не понимаю, как во всем этом жить. И вот тут я прихожу, опять же, возвращаюсь от проблемных нашей, к нашей чудесной программе. Кстати, я не сказал важную мысль, которую я смелся сказать, о том, что книга нам не предлагает никакой теории. Нам книга не предлагает никакую теорию, описывающую наше заболевание. Нам книга говорит какую-то очень общую фразу о том, что похоже алкоголем, это вот это, да. И дальше двигается, там, к решению, к шахам и ко всему остальному. Существующее объяснение в книге, оно, в принципе, на мой взгляд, опять же, оно не удалюционирует, не отвечает на вопрос, что же такое алкоголизм. Да, оно очень такое, оно очень пространное и очень много в нем предположений, да, особенно там, ну, вот, объяснение про духовную болезнь, да, оно такое, ну, как бы, не очень понятное, так скажем, о чем идет речь. И, ну, мне кажется, что ответ именно потому, что алкоголизм это настолько сложная и неодинаковая для общего понимания вещь, что этому очень тяжело дать определение. Потому что, как я, то, что я описал сегодня, да, я вижу пять минут, то, что я описал сегодня, алкоголизм это, скорее всего, симптом, да, как, кстати, книга пишет, на самом деле проблем, которые у меня есть. То есть, если мы тут положим, что у меня есть, там, опять же, предположим расстройство тревожное, да, или какое-то другое, то алкоголизм, то есть, моя тревожность проявляется вовне, в виде алкоголизма, да, у кого-то детская травма проявляется вовне, как алкоголизм, у кого-то расстройство поведения проявляется вовне, как алкоголизм. То есть это что-то, что внешне выглядит, как человек поднимает стакан и пьет. Но это не об этом, это что-то другое. Человек таким образом что-то лечит в себе, человек таким образом что-то компенсирует в себе. И потому, когда мы ему говорим, отдай сюда стакан, мы говорим, чувак, вот стакан тебя убивает, отдай его сюда. Мы должны ему предложить какое-то решение или лечение, какое вам слово больше нравится, для той самой проблемы, которая по-крайшнему есть. Ведь мы забираем у человека стакан, мы забираем у него обезболивающий препарат, по большому счету. Болезнь есть, переживания есть, страдания есть. И оно сегодня гораздо хуже, чем было 20 лет назад. Потому что, с одной стороны, осталось переживание и страдания, с другой стороны, накопилось вот это вот годы отсутствия обретения навыков. То есть человек не учился преодолевать эту проблему, он бегал от них. Почему алкоголизм – это проблема одиночества? Почему алкоголизм – это проблема, такой эстепизм? Да, потому что я отмораживаюсь. Мне говорят, на работе проблема, я набираюсь. Я же не решаю проблему на работе, я просто напиваюсь, ухожу от меня. Я не решаю проблему с мамой, я напиваюсь. И потом я через 20 лет обнаруживаю, что мама та же, ситуация та же. Ни мама, ни ситуацию никуда не делись. Я просто 20 лет от этого оборозился. Я со своей мамой 10 лет не разговаривал, мы с ней там конспектанули, насчет там квартиру делили, не делили, не суть. Но мы с мамой поругались, я перестал с мамой общаться и активно пил. Когда я вынырнул из опотребления, пришел делать маме девятый шаг, я обнаружил, что все то же самое на тех же местах. Мама на месте, квартира на месте, конфликт на месте. И я вынужден все равно к этому вернуться. То есть то, что я здесь опять от него морозился, да, и нырял, входил внутрь синего человека, это никак эту ситуацию не решит. Так вот, именно в этом и прикол нашей программы, то, что мне предлагают модель, мне предлагают, книга пишет модель, по которой жить. Мне говорят, смотри, с одной стороны тебе нужно обезболивающего, с другой стороны тебе нужно восстановить навыки, которые ты не приобрел за роду опотребления. С третьей стороны тебе нужно какое-то общее представление жизни, как это было строено, где хорошее, где плохое, где черное, где белое. Многие из нас знали. Я знал, что воровать нельзя. Я знал, что изменять нельзя. Я знал, что нельзя ездить на красный свет и ставить машину там нельзя. Но я бы не было похрен, я все это делал. Я изменял, воровал, попал, ездил, бухой ездил, да. То есть мне нужно было дать новое представление жизни, другое. Мне нужно было подобрать какую-то модель, которую я соглашусь, прийму и буду по ней жить. Так вот, именно вот это и делает наша программа. Она, с одной стороны, предлагает мне набор действий, которые облегчают мои переживания. То есть молитва, медитация, спонсирование, хождение на группу сегодня облегчает мои симптомы, те, которые меня беспокоят. То есть мои тревожности, мои переживания, мои страхи, мои скверения в этой жизни. Мне помогают инструменты программы. Они помогают мне справляться с моей основной проблемой. Во-первых. Во-вторых, мне программа дает модели жизни. Она говорит, смотри, есть там Бог, есть вот это, есть вот это, да. Это хорошее, это плохое. Вот есть духовные принципы, вот живи по этому, да. Вот главное, например, начни с честности. Вот духовный принцип, честность попробовать жить на этом принципе, для начала, да. Я верю, я эту модель принимаю, я живу с этой моделью, да. Ну, как бы до начала. То есть мне предлагает программа второй элемент, это вот модель, по которой жить. Да. И третье, она мне дает смысл существования, потому что один из вещей, которые мы утрачиваем на протяжении употребления всего, мы вообще не понимаем, зачем мы живем. То есть я когда вынырнул, один из самых ужасных в понимании было, что я никто и звать меня никак. То есть я живу какую-то чужую непонятную жизнь, в бесконечной боли, в отравлении, в страдании, никому не нужный, одинокий черт какой-то, да. И зачем жить, непонятно. То есть и одно из возможного знакомого, когда начинаешь трезветь, потом говоришь, а нафига мне трезвый? Нафига мне жизнь трезвая, если это жизнь пустая, если это одна дыра, это одна задница большая, да. И мне программа говорит, мы тебе дадим смысл жизни. Возможно, это смысл жизни странным тебе покажется, но мы тебе предлагаем помогать друзьям. Такая себе цель в жизни, да. И вот если получает эту идею принять, это прямо офигенная работа. Вот, друзья, спасибо, что послушали. Я смотрю на часы, похоже, я уложился. Я, прошу прощения, я очень волновался все это время, да. Я надеюсь, это было не сильно вам мешало, мое уложение. Если есть какие-то вопросы, спросите меня, пожалуйста. Спасибо, что послушали. И спасибо тем, кто включил камеры, мне в право очень помогут. Спасибо, друзья. Спасибо. Денис, ты огромное тебе спасибо. Спасибо за честную спикерскую замечательную. Если волновался ты, то я должен быть уже где-то, я не знаю, где. На каких-то своих. Вот. Ребят, давайте уйдем на седьмую. А остальные ребята, которые у нас здесь сидят, давайте готовьте свои вопросы пока, что их не густо. Хотя. Так. Седьмая традиция. Благодаря седьмой традиции мы содержим себя сами. Наши добровольные пожертвования помогают в донесении наших идей тем, кто еще не знает о нас. Они также необходимы нам для поддержки функционирования группы. Когда же мы выказываем щедрость, опуская деньги в шляпу, это служит признаком нашей благодарности за проявленное к нам милосердие и свидетельством острого желания поделиться тем, что мы обрели со все еще страдающими алкоголиками. Седьмая традиция не касается новичков и гостей нашей группы. Так. Пара вопросов у нас уже есть. Я буду по одному, хотя они от одного человека, я задам им один за другим. То есть сначала ты ответишь, а потом уже пойдет другой вопрос. Спасибо. Вопрос от Натальи. Спасибо за спикерскую. Какие действия по программе ты делаешь на ежедневной основе? Прекрасный вопрос. Значит, я буду говорить о сегодняшнем дне, потому что это менялось для меня на протяжении, скажем так, всех этих 11 лет. То, что делаю сегодня я, вот именно сегодня. Ну вот в эти дни, скажем так, именно сегодня. Значит, я начинаю свой день с утренней части 11-го шага, который включает в себя следующие вещи. Я просыпаюсь и я сразу вот открыл глаза, я первое, что делаю, молюсь. Я сразу говорю, Господи, помоги мне проснуться, помоги мне подняться. Мне очень тяжело вставать в полтора. То есть именно физически подняться и скрывать мне очень тяжело. Поэтому я прошу для этого Бога силы. После этого я встаю, там, туалет, включаю чайник туда-сюда, и после этого я возвращаюсь к своим внутренним ритуалам. Я делаю небольшое упражнение, скажем так, несколько элементов йоги. Я тоже сегодня отношу это к 11-му шагу, несколько асан-йоги. После этого я читаю расслугу ежедневную и после этого я медитирую. То есть у меня сегодня стоит таймер на 6 минут, 6 минут медитации. После этого молитва и я выхожу как бы под ним, подвижусь под ним. Значит, то в течение дня у меня стоит таймер, я иногда его включаю, иногда нет, но меня я обязательно останавливаю в течение дня минимум один или два раза. И если, например, я иду за рулем или я куда-то иду, то я буквально останавливаюсь и короткая пауза, вдохнул, выдохнул, помолился. Господи, ты руководитель моей жизни, движусь дальше. Если можно назвать сегодня элементами программы ежедневной, то это созвоны, как бы у меня обязательно кто-то звонит из-под спонсора, но я кого-то набираю. Но это как бы такой дополнительный, ну не дополнительный, но как бы это для меня обязательный важный элемент. Я не вижу как прям действие в программе, но оно присутствует в моей жизни. И вечерний одиннадцатый шаг он бывает разным. Вечерний шаг, вечерняя часть одиннадцатого шага мне тяжело дается по-прежнему. Я часто валюсь в постель, не сделав его, или я там как-то сокращенно его делаю. Я были годы, когда я его писал в списке буквально расписывал. Были годы, когда я книжку садился читал. Ну в смысле читал одиннадцатый шаг в книге. Я делал разные действия, пытаясь улучшить вечерний одиннадцатый шаг. Но он всегда мне тяжело дает. Вот именно вечерняя часть всегда тяжелая. Сегодня я стараюсь просто вечером остановиться на какую-то пару минут и ответить на вопрос одиннадцатого шага просто про себя. Господи, покажи мне более нечестный сегодня. Пауза. Покажи мне более думали язык о себе. Пауза. Более эгоистичен. Пауза, да? Покажи после этого отправляюсь как бы спать. Это вот то, что как-то выглядит сегодня. Как я и сказал, это были, у этого была динамика. Вот сегодня это вот так. Спасибо. Я, есть какой-то фон, то ли музыка какая-то играет где-то я, у кого-то где-то извините. Но я пока не слышу. Я тоже слышу фон, но я не вижу включенных микрофонов. Я выключила микрофон. Спасибо. Ну давайте продолжим, если что, обратим еще на это внимание. Так, 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 едем дальше. От того же человека вопрос от Натали. Вопрос, были ли откаты днов трезвости? Если да, как выходил? на 40-й странице в нашей книге написано, что если алкоголик не расширяет свою духовную жизнь, то он не сможет пройти через будущие трудности жизни, по-русски написано, а на английском написано, он не сможет пройти через low spot, низкие точки или низины, по-английски написано. Вот я это понимаю как кризисы. И видимо кризисы это неотъемлемая часть любой жизни и в том числе трезвости. Я думаю все люди в любых ситуациях жизненных, будь то алкоголики не алкоголики, сталкиваются с кризисом. И естественно кризисы эти были у меня. И естественно эти кризисы были связаны с трезвостью. Значит я в трезвости разводился с женой, разъезжался, потом мы сходили, и у меня были отношения к другим с женой и у меня очень грубо бросали в этих отношениях. Я много раз терял много денег. То есть там какие-то суммы которые я утрачивал. Я более семи раз менял работу в трезвости. То есть это как бы с одной стороны я к чему? Я к тому, что были объективные обстоятельства трудные в жизни, которые естественно сказывались на моей трезвости. Ну вот сейчас у нас кто за новостями следит у нас тяжелая война в Израиле идет. То есть очень страшно очень страшно было. Я как я пережил в октябре трезво я просто удивляюсь. Было очень тяжело действительно. И все еще тяжело по-прежнему. Ну и так просто. Но это кризисы связанные с объективными обстоятельствами. А есть кризисы когда просто тяжело. Когда открываешь что-то в глаза и понимаешь кипец сегодня я из дома не выйду не могу просто нет ресурса нету сил. Да и такие ситуации в моей жизни бывали раньше часто. Раньше раз в месяц раньше я говорю скажем пять лет назад уже будучи три-четыре года трезвой пять лет трезвой я мог раз в месяц просто два дня выходных взять больничные просто остаться дома закрыть все окна и просто лежу в постель выйти не могу. То есть просто дыра кроличья дыра такая в приноте и в тишине и в пустоте и каждый раз из этого приходится выкарабкиваться какими-то силами. Значит как я понимаю сегодня я вначале вам рассказал о своих служениях о том что я последнее свое служение это был председатель Совета обслуживания Израиля до этого был там заместитель председателя до этого был там комитет такой до этого комитет такой до этого я там группу то есть я активно много служил не потому что мне делать в жизни нечего потому что мне часто было плохо мне часто было плохо в трезвости и активное служение помогает мне выбираться из плохо да то есть когда мне хреново а нужно спонсировать ты встаешь из кровати идешь там по телефону отвечать когда тебе плохо нужно найти на заседание офиса куда-то ехать или что-то такое ты поднимаешь себя и едешь потому я убежден и кстати сказать я сейчас не хочу себя с Биллом Вилсоном сравнивать но Билл Вилсон тоже очень долго страдал и депрессию много лет лечил по разным операм до 15 лет трезвости у него была клиническая депрессия и потому возможно такое активное действие по созданию нашего общества связано с тем что он стал вот этот вот себя отвлечь как себя облегчить и что это с собой сделать да я могу сказать о себе активное служение активное спонсирование помогает у меня сейчас не так много спонсов сейчас у меня может 3-4 активных в которых я работаю важный момент у меня было 10-15 спонсов с которыми я бесконечно книга 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 встречи книга и все остальное и ты в какой-то момент просто вот едешь на этом не на силах а вот на обязательствах на том что ты кому-то пообещал на том что тебя что-то ждет на том что ты кому-то нужный а ты вот просто двигаешься в этом ритме и оглядываешь назад и понимаешь ну это это вывозит это помогает отправляться то есть были ли откаты если мы принимаем под этим кризисом и тяжелые моменты то да часто много и слава богу что в последнее время ощутимо меньше последние 3-4 года сильно меньше этих кризисов а так прям люто очень спасибо за вопрос надеюсь ответил спасибо наталья за вопрос спасибо Денис за ответ следующий вопрос у нас от Алии Денис спасибо за спикерскую расскажи пожалуйста опыт пятого шага мой первый пятый шаг который я сдавал спонсор я сдавал его по скайпу мой спонсор первый был по скайпу это был длинный пятый шаг мы созвонились в 8 утра и целый день это была суббота мы целый день просидели в этом скайпе с перерывами то есть мы там 2 часа разговариваем отключаемся там подписали это самое созвонились и дальше продолжаем то есть такой был марафон первая моя инвентаризация у меня была по-моему около 60 человек если я правильно помню и вот мы подробно читали инвентаризацию обсуждали говорили об этом и это тоже это закончилось шестым и седьмым шагом то есть пятый шаг закончился через 8 часов сделанным шестым и седьмым шагом значит я в среднем делаю инвентаризацию в год или скажем в полтора потому я делаю пятый шаг раз в год скажем так мои инвентаризации сегодня небольшие они сегодня там два-три века а чаще ситуации или даже такая вот история например когда была корона сильная пандемия то у меня был такой пункт инвентаризации корона то есть это мир человек и не общий принцип но все что с этим связано я расписал все свои страхи переживания где моя сторона где мой эгоизм где моя нечестность это все расписывалось и все остальное вот и потому сегодня пятый шаг у меня сильно короче сегодня мне хватает около часа сделать пятый шаг мне это то что делаю я значит мы со спонсором я расписываю эту инвентаризацию мы со спонсором созваниваемся и делаем инвентаризацию сегодня спонсор тоже живет как бы загониться по скайпу ну по скайпу по видео вот последние три пятых шага я сдавал мульти пятый шаг это когда сдаешь пятый шаг спонсору и еще одному человеку то есть я сижу и сидит два человека меня слушают один из них мой спонсор второй просто впереди духи которого я там знаю и он тоже сидит тебя слушает это такой опыт интересный потому что со спонсором устанавливаются довольно скажем так со временем доверительные отношения ты как бы уже знаешь ну где-то до чего там уже скажешь послушать послушать а когда есть еще один человек это прям ну заставляет мобилизироваться заставляет быть более честным заставляет быть более скажем так ну это более требовательное к себе отношение вот но это практика которую вот мы со спонсором с еще одним человеком выбрали вот мы втроем сдаем мультипятый шаг такой вот если я принимаю пятый шаг если пятый шаг как бы ну у нового человека скажем так который за час не расстраиваешь то я сегодня к сожалению не могу себе позволить в силу своей разницы там 8 часов сидеть на связи чтобы делаем ну мы как бы режем это по часовыми встречами то есть мы вот сегодня сидим час разговариваем в следующей встрече через 2-3 дня позвоним вам еще раз да еще раз продолжаем то есть это вот такими кусочками это не идеальная история естественно лучше сели помолились и рассказали полностью пятый шаг но к сожалению просто в современном как бы реальности это вот ну как бы очень тяжело найти вот такое прям окно кстати у меня несколько пятых шагов у меня было таких которые я создавал действительно в реале мы садились там буквально ехали в помещение группы садились там зажигали свечку доставали к миске и там сидели близко часов разговаривать вот но опять же это скорее исключение чем правило к сожалению да то есть сегодня сегодня очень редко я могу найти возможность только времени этому убить вот это по поводу пятого шага если я что-то упустил спросите меня еще раз ну то есть это разговор это откровенный длинный разговор основанный на литеризации что прошло ну как-то вот так спасибо спасибо да замечательно спасибо за вопрос Алия спасибо за ответ Денис так следующий вопрос от Олега вопрос как ты решил вопрос с тревожными расстройством и обидами на родителя хороший вопрос я не знаю если у меня тревожные расстройства я так думаю я предполагаю что я часто тревожусь я часто переживаю я часто волнуюсь я 11 лет преживый я работаю психологом у меня взрослые дети взрослый дядя я каждое утро просыпаюсь чувством переживания меня тошнит от волнений мне тяжело идти в незнакомое место мне тяжело идти на встречи книга об этом говорит книга говорит о страхе книга говорит о том что страх пропитывает или пронизывает всю нашу жизнь возможно это страх возможно это тревога возможно тревожность я не знаю вот как я уже сказал мне часто помогают элементы программ молитва медитация мне очень помогает 10 шаг я часто делаю в последнее время зарежу но вот десятка в сокращенном виде господи избавь меня от страха или господи избавь меня от этого состояния вот так я иду чувствую что переживаю так устанавливаю и Я дошел до решения, что я иду к психиатру, я заказал себе очередь, я иду к психиатру, в апреле месяце у меня очередь. Я все-таки хочу с психиатром посоветоваться, потому что меня это мучает. Я все-таки живу с ощущением, что это слишком интенсивное переживание для обычных страхов. Но опять же, это мое, возможно, это никого больше не касается этой жизни. Но наша книжка в одном шаге говорит обращайтесь к специалистам на талантливым практикам. Вот придут талантливым практикам. Мне очень помогает йога и медитация утренняя. То есть асаны, которые я делаю утром и медитация, на несколько часов решают этот вопрос. Я прямо выхожу другим человеком. Как я уже сказал, мне тяжело вставать утром. Именно просыпаться и подниматься из постели. Но потом, после ултурного комплекса, молитвы, медитация, йога, я прям другой человек. Я выхожу в хорошее настроение, включаю музыку в машине. Прям первые часы дня у меня офигенные. Где-то вот с полудня, там вторая половина дня, как правило, опять тяжело. И опять нужно как-то себя в эти состояния опять вводить. Это по поводу тревожности, по поводу родителей. По поводу родителей. Значит, с мамой я общаюсь. С мамой у меня сложные отношения, потому что мне сложно. Я не испытываю потребности в общении. То есть мне нет такого маме бы позвонить. Да, там, ой, что-то я с мамой бы не разговаривал. Но у меня стоит уже больше десяти лет, стоит напоминалка на телефоне. Раз в неделю позвонить маме. И каждое воскресенье у меня звонит будильник, напоминалка, звонок маме. И раньше там это был звонок... Ну, за 19 лет много чего изменилось. Да, раньше я звонил по скайпу, потом я звонил там еще как-то. Сейчас у нее есть вайбер. Я от них не переписываемся. Я их звоню по вайберу раз в неделю, в воскресенье, вот сегодня. Мы с ней разговаривали. Но опять же, в основном, ну, это уже привычка. Но и напоминание. То есть само во мне не рождается ощущение, хочется с мамой поговорить. С моей мамой, которая 78 лет, ну, как-то, ну, это пожилой, усталый от жизни, раздраженный, расстроенный человек, живущий в Украине. С ней, ну, тяжело общаться, скажем так, да. Но я ей сегодня звоню, вот как я говорю, еженедельно, по напоминанию. И я служу сыном. Я с ней вежливо разговариваю, уделяю ей внимание, спрашиваю, как у нее дела. Я говорю слово поддержки. Я служу сыном. Я понимаю, что это мой девятый шаг, бесконечная наша жизнь. Я буду стараться это делать настолько, насколько я могу. Вот. Вот. Я скучаю по своей маме, да. Но, опять же, это... Я думаю, сын нормальный должен другие чувства к маме испытывать. Ну, в смысле, там, какую-то любовь и какое-то там желание. У меня этого, к сожалению, нет. У меня... Ну, я служу сыном. Вот. Вот так это для меня сегодня. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Да, тема очень важная для всех нас. Спасибо огромное за твой честный ответ. Так, следующий вопрос. Ребята, у нас уже очередь на вопросы закрыта. У нас всего полчаса ответ на вопрос. Так, от Натальи вопрос. Денис, поделись опытом. Были ли мысли и чувства, что я лишний в АА? Мой опыт не нужен. Не важен. Еще раз прости, я пропустил. Как у меня связь? Это я, это я. Это, окей. Я просто сменил гарнитуру. Денис, поделись опытом. Были ли мысли и чувства, что я лишний в АА? Мой опыт не нужен. Не важен. От Натальи вопрос. Это хороший вопрос. В том смысле, что я могу описать свой опыт любования в АА и на разных должностях в АА, на разных служениях в АА, в том числе и международных служениях, как опыт, который зачастую наполнен конфликтами. У нас почему-то в АА такая всегда атмосфера споров и диалогов. Почему-то там, где ты говоришь, я думаю, что нужно вот так, тебе пять человек скажут еще шесть разных мнений. Да, и у нас… То есть, с одной стороны, мы понимаем, что это называется групповое сознание. И мы таким образом вырабатываем некую истину. И что вот эти обсуждения в диалогах, они именно важны. Ну, важны для какого-то результата. Но в моменте и в процессе часто тяжелое неприятно. То есть, по ощущениям я все время с кем-то схоже. По ощущениям я все время с кем-то кому-то что-то доказываю. И самое важное, что я никогда не уверен, что я что-то правильное знаю. То есть, почему я так вот говорю, где я взял, что это вот так вот должно быть, да. А у нас же, ну, вы, наверное, как бы сталкиваетесь, у нас тогда начинают спорить. Начинают там цитатами тыкать какие-то там, приводят какие-то там ссылки на каких-то там спикеров. А вот Гриша спикер сказал, что это там не вот так, а вот так. И ты думаешь, блин, ну я что буду сейчас Гриша спорить, да. Ну, я к примеру говорю, да. И потому есть такое ощущение, что действительно нужно постоянно кому-то что-то доказывать. Нужно постоянно с кем-то что-то спорить. Нужно постоянно с кем-то обсуждать какие-то вещи, да. Нужно, ну, обсуждать это даже не то слово. Это именно вот дискутировать и пробивать какие-то вещи. И, конечно, как Гриша возникает ощущение, ну, нафиг это нужно. Видимо, мой опыт не нужен. Или, видимо, мои понимания не очень какие-то правильные. Или, раз, вы знаете, лучше так делать, как вы это понимаете, да. И, к сожалению, это... Ну, то есть бывает, возражаясь о какой-то схеме, бывает, изучаешь какую-то... То есть мне довелось погрузиться там... Ну, самое базовое, например, у нас на сайте можно ли использовать символ, а вот этот крючок треугольнички на сайте можно или нет? Это является официальным символом или нет? Я перелопатил кучу литературы. И есть ответы на эти вопросы сегодня, да. Но это не имеет никакого значения. То есть ты можешь сколько угодно говорить про какие-то там... Аргументированные аргументы приводить. И какой-нибудь предыдущий там... Скажи, нет, мы уже привыкли, что это наш знак. Давайте его использовать. К примеру, да. И ты все, слов больше нет. Ты как бы аргументы против мнения просто авторитетного человека, да. И потому... Возможно, вы не это имели в виду, когда меня спросили. Но мое впечатление такое, что у нас сообщество наполнено спорами, конфликтами, противостояниями. И, конечно же, часто бывает ощущение, что ну, нафиг вообще, да, что вы спорите и ура. И, видимо, не так уж это важно. Но, по сути, это очень важно. Вот эти споры и конфликты, они в итоге рождают вот то, что есть нашим сообществом. То есть мы с вами сегодня сидим на группе. И мы с вами имеем сегодня сообщество благодаря тому, что кто-то где-то когда-то с кем-то спорил, ругался. Кому-то было неприятно, кто-то обиделся в этом разговоре. Но в итоге есть группа Китти Хофф, и мы в итоге сидим и разговариваем, да. То есть эта поговорка, что для того, чтобы появилась новая группа, нужна обида и чайник. Да, это реально так, да. То есть, ну, кто-то с кем-то должен посраться, обидеться и открыть новую группу там, да. И туда придут новые люди, кто-то выздорит, кто-то там. Потому, ну, как-то так это работает, как я это подспрашиваю. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Пишут много благодарностей в чате, потом почитаешь. От Немо. Не знаю, как зовут Немо. Алексей. Спасибо за тыковское душевное. Вопрос. Бывает ли у тебя ощущение утраты связи с ВС? Если да, то как справляешься? Спасибо. Я не уверен, что я обрел ощущение контакта с ним. Я все еще под вопросом это для меня. У нас второй шаг пишут о том, что мы, как же там написано, да, обрели уверенность, да, и пришли к убеждению, вот. Пришли к убеждению, что только сила более могущественная может избавить нас от алкоголизма. Я нифига не пришел к убеждению. Я не могу сказать, что я твердо убежден, что Бог есть и что Он избавит нас от алкоголизма. Я надеюсь, что Он есть. И я надеюсь, что Он избавит нас от алкоголизма. Я, к сожалению, это очень смелое заявление, что во втором шаге человек может прийти к убеждению. Во втором шаге человек с трудом открывает глаза и еще пахнет водкой. Потому, скорее всего, он говорит, окей, если вы говорите, что Бог есть, я типа не буду с вами спорить и соглашусь. Ну, как-то вот так. И вот у меня сегодня это в той фазе, что я предполагаю, что Он, скорее всего, есть. Я вижу часто, что Он помогает, помогает другим. В основном для меня Бог со мной разговаривает через других людей. В том смысле, что как меняются жизни других людей. Когда жизнь моего подспонсорного меняется, я понимаю, что это сигнал для меня. Когда я вижу вокруг себя проявление Бога, когда мы подспонсорный, начинаю встречаться с девушкой, когда мы подспонсорный покупаем автомобиль, устраиваемся на хорошую работу, он поправляет целую здоровью. Я понимаю, что Бог со мной говорит с Денисом. Он говорит, смотри, как я могу, смотри, какие чудеса я могу делать. Вот это вот такое мощное. Это ответ для меня. Мы же часто, как бы, мы с Богом пытаемся строить диалог. Мы обращаемся к Богу, да, мы говорим словами и интуитивно ждем, что Он словами ответит. А Он, похоже, отвечает нам какими-то вот историями жизни, которые мы наблюдаем. То есть мне, Денису, показывают каждый раз маленькое чудо. Мне говорят, смотри, вот видишь человек, он умирал от алкоголизма. А теперь он красивый, побритый, на хорошей машине, работает на хорошей работе. И ты был частью этого процесса, ты ему книжку читал. Помнишь, вот, смотри, это для тебя. Да, это вот маленькое чудо. И таким образом моя вера в Бога укрепляется. То есть я начинаю сильнее и сильнее верить в то, что действительно это все работает. Потому что на моей жизни тяжело это как раз следить. То есть кто-то на моей жизни это видит. Мой спонсор смотрит на меня и думает, вот, было чучело, да, а превратился в человека. Но я этого не вижу по себе. Я по себе как был страдающий, в смысле страдающий, недовольный. Я был недовольный своей жизнью, да, я был недоволен своей внешностью, своей, так, разовым положением. Мне всегда меня растут. То есть я так и остался. Может быть, мой уровень недовольства сегодня чуть ниже, чем было раньше, да. Но в целом я как был врачащий внутри себя, так и остался врачащий. Но кому-то со стороны кто-то смотрит и говорит, господи, красота какая, да. Как шутки круто с Денисом получилось, посмотрите. Да. Так вот, вот так это работает, да. Мы видим это на примерах других людей. Я в это верю вот так вот, да. Что это каждый раз маленькое персональное чудо для меня лично, да. Так вот, сказать, что у меня есть сегодня какое-то ощущение контакта, я бы не сказал. Я бы не сказал, что я прям хожу и прям чувствую ощущение, там, спину меня подталкивает или под руку держит. Но я учусь это делать, потому что книга нам пишет про осознанный контакт с Богом и книга нам пишет про полагаться на Бога. То есть мне нужно научиться жить и оперировать Богом как действующим персонажем моей жизни. То есть я иду и прям рассчитываю, что Он поможет. И есть дни, когда это лучше. Есть дни, когда я прям рассчитываю, что Он будет рядом со мной. Есть дни, когда я вообще не уверен, что я доживу этот день до конца, да. И потому, еще раз, я затрудняюсь говорить о том, что у меня есть устойчивый контакт с высшей силой. Но у меня, да, сегодня есть твердая надежда, что что-то такое есть и это работает. То есть вот слово надежда, оно наиболее точно описывает мое состояние взаимодействия с Богом. Опять же, это мой опыт, да. Поэтому, возможно, для кого-то это по-другому сегодня. Спасибо за вопрос. Денис, у нас удивительная ситуация. У нас тут Алексей зашел, новичок. Что ты можешь сказать ему? Он задает вопрос. Ребят, расскажите, как можно бросить. Алексей, оставайся с нами. У нас чайная сейчас будет. Там мы можем более свободно. У нас тут регламент. Вопросы закончились. Но я думаю, Денис скажет пару слов именно тебе. Новичок. Дорогой Алексей, я надеюсь, я правильно понял, что у нас Алексей новый друг. Дорогой Алексей. Если ты к нам пришел, скорее всего, ты устал жить ту жизнь, которую ты живешь. Что-то в этой жизни тебе не нравится, скорее всего. И, возможно, часть этого не нравится. То, что ты, наверное, возможно, много пьешь и потом себя часто плохо чувствуешь по этому поводу. Многие из находящихся в этой комнате нашли для себя ответы, как с этим быть. Вот я на сегодняшний день, как я уже сказал, я больше десяти лет трезвый. Хотя пил каждый день, да, и очень сильно страдал. Простого ответа нет. То есть сказать тебе, что не переживай, все будет хорошо, так тоже, наверное, будет неправильно. Но я истинно тебе желаю дай этого шанса. Вот просто дай этому шанс, приди еще раз, а потом приди еще раз. А потом, через какое-то время, сделай сам для тебя вывод, как ты себя чувствуешь с нами, как тебе бездна, как тебе разговоры, которые здесь происходят. И попробуй сделать выбор. Ты хочешь попробовать сделать то, что мы тут, о чем мы говорим, да, или нет. Это все-таки твоя жизнь, твое здоровье по большому счету, да. И многим из нас это помогло, многим из нас для нас это сработало. И если бы я мог прийти в это сообщество на 10 лет раньше, сегодня, глядываясь назад, я был бы, наверное, гораздо более счастливым человеком. Но если я сегодня и жалею о чем-то, так это то, что я долго тянул и отказывал себе помощь. Да, я очень жалею. Я бы хотел сюда прийти более молодым и более здоровым человеком. Поэтому я и тебе искренне желаю. Продолжай приходить и дай этому шанс. Спасибо, дорогой. Спасибо тебе, Денис. Прекрасно, прекрасно. И последний вопрос в официальной части, перед тем, как мы завершим собрание. От Кирины. Такой большой вопрос такой, в нем, как всегда, мало, немало внутренних вопросов. Денис, спасибо большое за спикерскую, очень ценный опыт. Какое место в твоем графике занимает служение, в частности, спонсорское? Как реагируют близкие на то, что ты трачишь свое личное время на каких-то посторонних алкашей? Были ли перекосы в этом плане и как найти баланс? То есть служение? Ну, ты услышал. Спасибо. Это хороший вопрос. И ключевым, 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 ключевым нашей истории является поиск баланса постоянно по-новому. И то, что подходит в первое время, а потом меняется с течением времени, потом еще раз меняется. И эта история очень, ну, динамичная. Я могу привести, примерно, свои... У меня есть одна женщина под спонсором, а ей... Ну, она бабушка. Дальше не буду годов ее накрывать. У нее внуки. Потому с рождением каждого нового внука, а сейчас у нее их четверо... То есть сначала внуков не было. Она могла спонсировать там X людей и делать служение. Потом привелся в внуки. Она говорит, я больше не могу так делать. Можно спонсор, я буду меньше служить? Я говорю, ну, давай обсудим, да. Поехали второй внук, потом третий внук, потом четвертый внук. То есть мы понимаем, что с каждым следующим внуком баланс приходилось менять. Да, точно так же у меня, да. То есть я когда только протезрел, я был разведенный, я жил отдельно от жены. У меня было очень много свободного времени и очень много боли. Потому я часто ходил на группу и меня заслужил. Я служил где только мог и где только не мог. Со временем ситуация менялась. Я восстановил семью, да. Я там начал какую-то другую работу делать. То есть это каждый раз динамичная история. Несомненно были конфликты. Несомненно мы ругались с женой по поводу того, что что за алкаши. Почему ты опять в единственный выходной посадил в нашу машину четыре алкаши и повез их куда-то там на край земли. Да, почему опять тебя нет. И опять почему ты среди ночи. Почему я сегодня в 9 часов вечера с вами разговариваю, да, а не дома там ужинаю с семьей со своей. Это постоянно присутствующая тема. Иногда это в шутку. Иногда это типа ты уже забрал за своего алкаша. Да, для тебя только это и важно. Или когда я начинаю что-то жене своей говорить, она говорит, иди своим алкашам рассказывай мне не мало, да. То есть этот диалог постоянно присутствует. Но она давно уже поняла, что это является важным элементом моей трезвости. То есть то, что я сегодня трезвый, это неотъемлемо от того, что я делаю вот это. То есть это занимает, скажем, 30% моей жизни, меньше 20% моей жизни. И это важная часть. То есть если эти 20% убрать или что-то с ними сделать, то моя трезвость останется под вопросом. Значит, я приведу пример из своей жизни еще раз. Значит, я, как я сказал, 6 лет служил в центральном офисе. И последние 3 года я работаю школьным психологом. И моя интенсивность работы сильно возросла. То есть я работаю много часов, очень большая загруженность. И я еще параллельно учусь, да. То есть у меня сильно поменялась моя загруженность по дню, потому что я делаю. А я уже как бы в центральном офисе и давно, скажем так. И в какой-то момент я был вынужден попросить провести ротацию раньше. То есть я прям понимал, что я не вывожу. Либо подсказает моя учеба и работа, либо подсказает мое служение в офисе. Быть председателем – это большая ответственность. Это бюджеты, это комитеты, это там деньги, вопросы. Это прям церковная очень история. На что меня попросили не ротироваться раньше. Мне разрешили пропускать какие-то собрания, быть на связи. То есть со мной вступили в диалог. Но последние полугода я практически не функционировал как председатель. Я был, так скажем, на связи, но я там не прогуливал, но я пропускал по работе, пропускал собрать. Вот. И это тоже как бы что-то, что динамическое. То есть я не мог предположить, когда я пять лет назад брал вот это служение, что через пять лет у меня вот так все поменяется. Да, я был уверен, что я смогу это делать, но это меняется. Что во всей этой истории важно? Важно, чтобы был кто-то, кто может с тобой это вместе обсудить. Я имею в виду спонсор. Спонсор, с которым... То есть не ориентироваться на хочется, не хочется. Не ориентироваться на я устал, ну его нахрен. А я предлагаю ориентироваться на диалог со спонсором. То есть спонсор, давай обсудим. Что-то мне стало тяжело, что-то у меня дофига накопилось, что-то у меня 15 спонсорных вставок в служении, и она обухтит. Давай поговорим. Да, и со спонсором в биологии посмотреть. Потому что часто у нас возникает просто усталость, раздражение, просто все бесит. И тогда люди начинают увольняться, уходить из чата, всех посылать нахрен. Да, и вот против этого. Я против этого. Хотя сам часто бывает просыпаюсь, все утром смотришь, там 50 общений в чате, думаешь, дойдите уже, пользуйтесь раздражения. И хочется уйти и бросить нафиг. Вот. Вот это не надо делать. Нужно вдохнуть, выдохнуть, пригласить Бога в эту ситуацию, сказать спонсор, что-то у меня 18 чатов, 50 кружений, может, мы как-то это пересмотрим. И вот почему важно со спонсором это делать? Чтобы убрать элемент эмоциональности из этого. Чтобы руководствоваться в жизни не «мне кажется», или «ну нафиг я устал», а какой-то объективной реальности. Чтобы можно было провести лентализацию твоего времени посмотреть. Действительно, поменялось на русское, что-то изменилось, давай мы это пересмотрим. От этого можно отказаться, а вот это можно делать. Вот. Ну, как-то вот так я Андрею сейчас ответил. Спасибо. Спасибо большое. Это был последний вопрос официальной части. Огромное спасибо тебе за питерство. Супер. Топ. База. Спасибо. Продолжение следует...